Здравствуйте. Что же вас кто раздел-то так уж? Десятый мужик и все раздетые. То ли пошли в армию, вас осматривают тут женщины. Я в армии служил. Я просто, у меня жарко в доме, поэтому и безусловно. Вот разжарило, как на этой рулетке. Нигде не жарят, а здесь жарят. И женщины разжарило, они грудями трясут, показывают, что не надо показывать. И мужики свои органы показывают. Такая жар... Огонь... Огонь горит, горит огонь. Я могу футбол поддеть. Вот причина-то одна. Грех, грех. Смех плохой. Я крещеный, видите? Ну, крещеный, значит, соответствует этому названию. Я крещеный. Да я понял. Поэтому мы должны веровать в Бога, как Господь заповедовал нам. Другого имени нет под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Он умер за нас. Он наш спаситель. Остальные почему так делают, как вы думаете? Почему так они так делают? Ну, а почему делают? Грех. Сатана же на земле. Он, говорит, ищет кого поглотить. В горе живущем на земле к вам сошел дьявол великой ярости. Писание, Библия так и отвечает нам. Это мы же не просто так, а мы считаем. И вот оно. Короче, имя владеет сатана, я понял. Значит, или ты в огне озера огненном будешь, где плащ и скрежет зубов, бесконечное мучение с сатаной в огне. Или со Христом в раю. Другого места нету, только два. И это решать надо сегодня. Господь, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Жить по заповедям Христовым. Евангелие. А не заповеди не тяжкие. Люби Бога, люби ближнего. Всего две заповеди. А там же семь заповедей есть. Это не семь заповедей. В Ветхом Завете было десять. А они четыре касаются Бога и шесть человеков. Взаимоотношения. Не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это вот, это шесть заповедей. А Господь говорит, люби ближнего, как самого себя. А Бога люби всем умом, всей крепостью, всей душою, всем разумением своим. Да. Ну, что спрятался-то? Вылазь, поговорим. Давай, выходи оттуда из тьмы. Из мрака этого. Поговорим о спасении души, о вечности. Пониже маленько. Сделайте голову, будет видно. Мы же не маленькие, не дети. Это дети играют, тут прячутся. Прячутся алименшики. Платить алименты не надо за ребятишек. Напали здесь на женщин голых. Мужики голые. Лежат подряд все голые. Может, у вас вопросы есть какие-то божественные. Вы откуда? Ничего нету? Вы откуда? Мужики отупели. От прихоти, от прелюбодеяния. Мозги-мозги-то проблудили совсем. Ничего нету. Начинаешь говорить, он даже слова не может вымолвить. Все накачанные, пронаркоманенные. Это беда большая. Большая беда для человека. Вы откуда? Мы рассказываем о Христе Спасителе, который умер за нас, чтобы мы веровали во Христа Спасителя. И получили жизнь вечную, веруя в Него, в Его страдания. Я сейчас только с мусульманами разговаривал. Три беседы было, и все мусульмане. Бывают агрессивные, а сегодня какие-то они спокойные. Вы откуда? Плохо слышно. Вы микрофончик возьмите себе и опуститесь пониже. Вы откуда? Барнаул, Алтайский край. Вы священник? Я не священник. Брат у меня священник, а я чтец. Мы о Боге говорим людям, как Бог любит человека, что отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который придет судить этот мир. И где мы будем? Вместо только два. Или с сатаной вместе за грехи, где плащ и скрежет зубов, или со Христом в раю, где вечная радость и ликование. Какие вопросы есть о душе, о спасении, о жизни. Я могу вам кое-что рассказать. Батюшка, вот скажите, вот мой батюшка, да? Нет, брат у меня священник, а я чтец. А что? А ты вот как мне, чтобы под удачей у меня была, что мне делать? Богу молиться. Богу молиться. Но я мне вам помог. Ну, Господь поможет тому, кто искренне взывает. Отче наш, молитву заучи. Знаешь молитву Отче наш? Знаешь, да? Знаю, знаю. Я сам христианин. Я христианин. Ну, молодец. Так, а вы тогда зайдите на наш Ютуб, и вы тут встретите материалу моря. А потом выйдите на меня по скайпу. Игнатий Лапкин. Запишите себе. Такого... Хорошо. И вы забудете. Спасибо. Вы забудете. Забудете. По скайпу Игнатий Лапкин. А, все, я забыл. А в Ют... Ну, ладно. Там православные. Мы православные. У нас открыто все. Православные. А язычество, это природу славят. А как Бога звать? Они не знают даже, как звать. Потому что язычник, он поклоняется творению Божьему, а не Творцу. Ну, тут и так понятно. Солнце, это творение, это же не Бог. Луна. Вот когда христианство возникло, в это время в римском пантеоне они захватывали, какие народы завоевывали. И все божества стаскивались в Рим. Пятьсот божеств стояло. Пятьсот. Иоанн Златоуст в Исмеево говорит, пятьсот по названию, в действительности ни одного. И христианство возникло. Двенадцать рыбаков. Язычество все исчезло. А христианство... Не знаю. У меня такой вопрос, а, по-моему, староверам же нельзя там... Ну, не то, что нельзя, они же как бы это вообще... Как, блин... Ну, у нас есть там староверы, они вообще, то есть, ни светом там, ни телевизором, вообще ничем таким. Ну, то есть, от всего отказались. Только без руганий, ни одного слова матерного не говорите, только, пожалуйста. Я отвечаю вам. Это люди так понимают. Они такие есть. Это их избрание. И они никому этим не мешают. Ну, и пускай без света сидят. Они работяги хорошие. У них семьи крепкие. А, да, они работают там, ну, там, конечно, православники там... Да. Это наши корни там все у них. Мы-то эту православную церковь признаем, новообрядческую. Они называют никоньяни. Ну, где вопросник-то, вопросник-то? Ушел и нету? Нет, сейчас она, блин. Долго еще? Посидите тут рядышком. Посидите. Пусть посидит. Я отвечать буду ей. Сейчас, хорошо. Только, чтобы не ругаться. Я очень прошу, не ругаться. Мы же друг друга не можем достать, ничего. Просто делимся. Я христианин. Я не сокрываю. Показал Библию вам. Вы видели. Я сижу прямо, кричит рукой. У нас все открыто. Я сейчас отвечать буду. Сядьте, я на ваш вопрос отвечать буду. У меня работа. Мне деньги за это платят. Ну, маленько-то посиди, отдохни. Ну, чего ж такая. Сейчас она подойдет. Ну, пускай. Сейчас, минутку. Да. Говори. Говори. Добрый. Нет, не помню. Мне было 5 лет, и меня дедушка на велосипеде привез. Уже они тут были. Значит, это еще раньше было. Да. Да. Ну, что, сожгли там шабрин. Шабрин и ребятишки курили, сожгли. А дядя Степан написал Калинину, Михаилу Ивановичу, в Кремль. А оттуда тогда сильно это, если дали указание вернуть, и вернули. А наши-то бежали в Казахстан, когда расколачивали в начале. Это мать-то с отцом-то. Самуил один на руках был. Все пока. С Богом. Где там хозяйка-то? Ну, сейчас, секунду, подождите. Ну, сейчас, подойдет, подойдет все равно. Она просто, это, ну, правда, чуть занята. Сейчас она товар просто, это, пустит и подойдет. Ну, да. Мы заботимся не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами, входит в общение с нами. Главная мысль о том, что прославить Бога, познакомиться, сказать, узнать, условия Божии принять. Как говорится, перед Богом безоговорочная капитуляция. А правдоваться не надо. Я грешный, супергрешный. А ты умер за меня, Господи, прости меня. Вот и все. Покаяться. Что я делал, я раскаиваюсь от всего, отхожу. А не так, что я вот курил и буду курить. Не знаю, на меня крестики не держатся как-то. Я крещеный, а крестики почему-то не держатся. И когда Христос пропадет, то цепочка порвется. Как-то у меня так. Ну, больше-то уже ждать как-то уже невозможно. Вот. Если на меня выйти, вы по скайпу на меня можете выйти. Игнатий Лапкин, моя фамилия, в скайпе. Я вам хочу ответить. Вы в 989 году говорите, что крещена была Русь. И ее насильно крестили, а люди не хотели крестить. Я так понял, да? А почему? Ну, почему? Потому что крепко держались за то, что есть. Это всегда так было. Вы даже теленка с одной конючки на другую поведете, он будет упираться. А это люди. Они кланялись, они жили дружно, воевали. И вдруг все оказалось сложно. Ну, коммунисты сейчас у него власти. А смотри, как они сцепляются. Тут уже все потеряли. Зюганов, он принадлежит партии, которая руководила 70 с лишним лет, 72 года. Все потеряли. А почему они не принимают сегодняшнюю жизнь? Потому что они были у власти. Вот так и тогда было. Это естественно, понятно. Бог Иисус – это наш Бог. У каждой веры свои Боги, правильно? У ислама там свой Бог. У евреев свой Бог. У нас, у русичей, был свой Бог. Створог. Да, Створог, Створог – это все выдумано, люди. Его нету нигде такого Бога. Ему никто не молится. Его нету. Это только говорят они там, природа, солнце, там, чему только не поклоняются. У нас свой Створог. Его что, видел? Книги какие-то. Ничего нигде нету. Вот мы верим, как, смотрите, мы имеем священное писание. Оно еврейский народ имел, один Бог. У евреев у нас один Бог. И от евреев и мусульмане получили три мировые религии от евреев в начале. Это богоизбранный народ. Так это книги, вот эта книга, первая здесь книга Библии, 3600 лет назад написана. 3600 лет, и ни одной буквы не потеряли. А сколько народов? А то, что ее переписали на 10 раз, и все, 10 раз изменили. Не, а вы знаете, когда переписали 10 раз. Вы сказали, какие у вас основания говорить 10 раз? Никакого нету. У вас нет, нет, нет. Я еще вам скажу, когда Александр Македонский умер в 30-летнем возрасте, а он захватил даже Индию, то у него в каждой стране, в Африке, в Александрии, город Александрии, 4 маршала были, они провозносили себя царями. В Библии это было предсказано, что будет такой-то козел, и у него 4 рога будет. И вот один из них, Птоломей младший, в библиотеке решил иметь еврейские книги. Вот это вот то, что у нас Ветхий Завет называется. И 72 переводчика пришли из Иерусалима, и они в разных комнатах переводили и перевели одинаково. Ни одной буквы не утеряно. Вот строчку напишет, должен поставить цифру, сколько букв. Еще строчку написал, считай, сколько букв. Буквы не потерять ни одной. А если хоть один раз подошел, а у него место 36-37, одна ошибка. Если три ошибки было сделано, свиток уничтожается, заново пишется. А вот 10 раз переписывали, ни разу не переписывали. Переписывали когда-то, сверяли точно. А на русский язык переведено в 1876 году. Только. Синодальный перевод называется. Вот он у меня. И здесь ничего не изменено. До буковки вымерено. Это книга божественная. Господь говорит, я, Бог, бодрствую над Словом Моим. Никто и не может убрать. Небо и земля исчезнут. Но ни одна буква из закона не исчезнет. Вот как. Как это русский? Сколько раньше букв было в русском языке? 36 букв. 36. Так, а что? Это и говорится не об алфавите, а о том, что написанное, сказанное Богом, пророки написали. И Бог говорит, я бодрствую, то есть берегу, глаз не смыкаю над Моим Словом. Ни одной буквы никуда не денется. Никаких 10 переписок не делали. И Господь говорит, что Сын Божий умирает за грехи людей. Он умер за нас. А на севере русские жили. Да, на севере. Они сейчас там еще живут. И праведные. Хотя у нас не было Бога Иисуса, мы жили праведно. Ну как же правильно, без Бога праведно. Какой праведно это? Какой только странник придет, который обязательно, чтобы с его женой переспал, чтобы семя было крепше. Обязательно. Посмотрите, вот «Побег из ГУЛАГа», фильм называется. Немец пленный бежал, они его в чум, и муж говорит, ты переспи с ним. И она защелает, он ребенка знает, муж, согласен. Он ребенка берет и говорит, это мой сын. И все говорят, мой сын, мой. Иначе народ вырождается. Потому что близкое кровосмешение. Так, ну ладно тогда, там что-то сильно волнуется. Зачем так? Мы же просто разговаривали-то. Я же ничего у них не отнимаю. Я говорю, как перед судом Божьим-то предстанем. Господь будет судить, а не творог. Творог это кто? Да там Нептун был. Все только не было. Эти божества... А вот куда вы знаете там еще? Посчитайте там у... Там сколько... У Твердохлебова сколько там написано? Посчитайте. Вы знаете его? А? Ладно, пусть каждый останется. Без Бога не до порога, говорили. Живой Бог. Вот сейчас четыре недели пройдет, и никто никакого творога не вспомнит, это будет, говорит, Христос воскрес. Сама земля, ликующая, ответит, воистину воскрес. Христос воскрес. Он всех зовет к себе. А хвататься за языческого Бога. Ну, какой тут разум? Он мертв, он спасти не может. Грех простить не может. На севере живут. Не доело. За дверь выплескивают. Тундра, Тундра, возьми, я обед тебе. Ну, они так приучено. Дерево растет, он подойдет рубить дерево, тебе больно, но ты дерево потерпи, нам надо плавать. Это вот те, которые жили в Русище. Они разговаривали с природой. Ветер какой. Он ветру приносит жертву. Какую жертву? Жертву, какую по чину положено было. Разно. Человеческие приносили. Убивали сыновей и дочерей. Бесам жертву приносили. В Библии это описано. Идут на фронт. И даже царь мог отдать своего ребенка, чтобы закололи. Чтобы Богу было угодно, тогда пойдем воевать. А Павел говорит, неведомому Богу я проповедую. Это же история. Что? Ну, князь Владимир-то, князь Владимир-то не глупый был. Зачем бы он принял христианскую веру? А его послы проехали по всему миру и ничего лучше не нашли. И говорят, когда были на службе в Греции, говорят, мы как на небе были. Как на небе. Так Греб, получается, вообще рождаться, если брать по этой книге? То есть вообще детей нельзя иметь-то? На самом деле-то. У кого нельзя иметь детей? Ну, вообще-то есть. Я, наверное, читал по какой-то религии, блять, по-исусски. Ну, это неправильно. Смотрите, вот сектанты у нас, баптисты. У них 15 детей, у другой 18. У кого 18? У русских-то нету сейчас так. А Дмитрий Иванович Менделеев был с 17-ым ребенком в семье. Вы понимаете, перестройка прошла. За 20 лет было убито в утробе матери абортов. 120 миллионов. Это государство внутри себя. Вот вам и Бог. А кто это делал? Безбожники. И кто фальшиво называется христианами. 120 миллионов убили-то. А значит, вы это попробуете детей воспитать? Так, что она о том хочет разузнать? Повторите, пожалуйста. У-у-у, вот тебе и сварок. А там дымина-то какая идет. Это что ж такое? А где же Бог тогда? Вот тебе и доказательство, что верующий не будет сам себя отравлять. На 12 лет меньше жить. Это безбожники. Только прикрывается божествами. А я вот верую сейчас. Меня Господь от всего освобождает. У нас нет ничего. Я еще за всю жизнь матерного слова не сказал. А мне 80 лет. Ну ладно тогда. Давайте прощаться, раз такое дело. С Богом пока. Мы православные христиане свидетельствуем о жертве Христовой. Что Христос умер за нас. Через 4 недели будет Пасха Христова. Люди будут приветствовать, целовать друг друга. Христос воскресе. Что отвечают? По милости Божьей. Как ваше здоровье? По милости Божьей. Мы здоровы и благодарим Бога за все, что нас окружает. Со Христом всегда на душе радость, весна. А без Христа тьма. Как в этой рулетке вот здесь. И батюшка? Голые мужики валяются здесь в рулетке. Половина. Да, юдачоса, дедушка. Только не ругаться, чтобы это. Не, не, я ругаться не буду. Рукобуды, я говорю, их называют. Да, ну да, не годится это. Потому что Бога не верят и творят, что попало. А если бы верили, человек разве стал бы так делать? Мы пришли возвестить Евангелие, путь, что Христос умер за наши грехи и придет опять судить этот мир. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Будет брошен с дьяволом в озеро огненное, где плащ искрежет зубов. И конца муком никогда не будет. А праведники со Христом в вечности будут. Царстве небесном. А вот теперь надо думать. Батюшка, ты откуда, батюшка? Так, что хотели узнать? А откуда Барнаул? Город Барнаул, Алтайский край. А-а-а. Мы с Новороссийска. Ну, это далеко от нас. Служим, Родину защищают. Ну, дай Бог, чтобы вы вернулись, а чтобы спокойно все было. Вы молитесь Богу-то. Господь, может быть, и допустит вам вернуться. Потому что обстановка неспокойная. А сегодня-то и воевать не придется. Сверху ударят, и никто не проснется. Да. Сегодня защита такая только для виду. Одна дивизия развернутая стоит, а у китайцев сто дивизий прямо напротив стоят. Сто. Тут воевать-то палками, бамбуками задолбят. Так уж, сидите тихо, не материтесь, молитесь Богу. А что, говорит, делать в белую просто не одевайся и под возле забора на кладбище сразу, чтобы тебя не носить. Зачем? Ну, у нас так мы смеялись тогда. Как, как? Все равно же убьют, так самому заранее на кладбище уйти. Да нет. Ну, а как нет? Путин сказал, говорит, они нас ударят, нас убьют, американцы. Мы будем мученики, святые. А они все равно сдохнут здесь. От радиации. Сдохнут, говорит, здесь. Сейчас везде эти слова Владимира Владимировича повторяют. Да, да. Так, надо верить в Бога, надеяться. Не надо волноваться, что война будет, слухи военные. Это ничто не значит. Главное, что пришествие Христа приближается. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди, Господи, мы ждем Тебя. А дальше будет общее воскресенье и суд Божий. И вот тогда за все отвечать, за каждое слово. За каждое движение, за каждый взгляд. Батюшка, извини, такой вопрос. А ты-то зачем сюда зашел, в этот чат? А за тем, что я узнал, что здесь есть. У нас брат умер, он два раза здесь был. А я уже 50 дней здесь. Людям сказать о Христе. Чтобы люди не смотрели эту грязь здесь. Эта тема, здесь Содом и Гаморра. Чтобы люди увидели свет Христовой любви. И что из-за них Христос умер. Всякий верующий в Него, чтобы не погиб, но имел жизнь вечную. И мы проповедуем. И людям говорим, что надо иметь вот такую книгу. И веровать, что в ней написано. Евангелие. Да, это Евангелие здесь. А тут эта Библия вся полностью. А так отдельно Евангелие. А без Евангелия ничего нет. Тут только ругань, матерщина, блуд один. Здесь люди собрались для разврата. Готовы. Там одеяло лежат, шевелятся. Все это безобразничает. Здоровые дядьки. Ну да. И какими делами занимаются. Мы должны искать чистоту в Боге. Должны быть всегда готовы предстать пред Господом. Потому что можем сейчас не закончить говорить, и смерть, тромбоз, и все. Мало ли что бывает. А Господь в чем застанет, в том и судит. Ну да. А за гробом покаяния нет. Ладно, бабушка, счастья, здоровья тебе. Всего хорошего вам. С Богом. Ищите Христа. До свидания. Продолжение следует.